Несколько поворотов искусственно сделанного ключа и часы обратного отсчета до 800-летия Нижнего Новгорода начали свой неумолимый бег. Картина, которая уже знакома нижегородцам. Несколько месяцев назад подобный арт-объект появился на главной пешеходной улице города Большой Покровской. Однако часы-побратимы сделаны по концепции часов Кулибина. В этот раз были запущены не в столице Приволжья, а в Москве. Вся страна готовится к масштабному торжеству. 800-летие Нижнего Новгорода – это, безусловно, событие для всей страны. Мы с вами сейчас находимся примерно в 700 метрах от памятника Минину и Пожарскому, который стоит на Красной площади и не случайно там стоит. Это говорит о той роли, которую Нижний Новгород, нижегородцы сыграли в истории нашей страны. И в более давние времена, и недавний указ президента о присвоении Нижнему Новгороду звания города трудовой доблести напоминает о вкладе нижегородцев в общее дело победы в Великой Отечественной войне. Сергей Кириенко подчеркнул, что празднование 800-летия – это дань истории, бережное сохранение культурных ценностей и удивительных памятников культуры Нижнего Новгорода, а также вклад в благоустройство. Он также уточнил, что много делается и будет сделано для того, чтобы город стал более благоустроенным и удобным. Президентом России принято решение о поддержке масштабной программы инфраструктурного развития регионов и Нижегородской области – один из пилотных регионов, в которой эта программа реализуется. Те, кто приедут на празднование 800-летия Нижнего Новгорода, должны увидеть потрясающе красивый город. Итоги подводить рано, но мы знаем, что по поручению президента Оркомитет по подготовке празднования 800-летия Нижнего Новгорода был организован теперь уже в далеком 2015 году. И правительство поддерживает и ведет несколько Оркомитетов, я бы сказал, даже много, но этот особенный. Особенно он по многим причинам. Ну, благодаря тому, что очень мощная команда, я думаю, что мы все обязательно ее будем еще много раз вспоминать и благодарить, они увеличили просто в несколько раз мощь, в том числе и финансовую, и организационную этого проекта, который позволил осуществить масштабные, в том числе и инфраструктурные изменения в регионе. Вице-премьер добавил, что часы обратного отсчета, установленные в Москве, напоминают о работе знаменитого инноватора своего времени Ивана Кулибина, который создал когда-то часы для Екатерины Великой. Он пожелал команде 800-летия Нижнего Новгорода, чтобы финальный рывок был самым успешным, а праздник посетило как можно больше гостей. В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин высказал благодарность правительству Москвы, которое сотрудничает с регионом по ряду направлений. Москва участвует в подготовке к юбилею, и один из знаковых объектов, который тоже находится у Кремля, правда у Нижегородского Кремля, это замечательный парк, который называется Александровский сад. Он преображается, в том числе с помощью правительства Москвы, и я надеюсь будет логичным, чтобы впоследствии эти часы обрели свой дом именно в этом парке. Мы хотели тоже всех пригласить на наш главный праздник 21 августа, на гала-шоу, которое будет в акватории Волги-Оки. Уже сейчас в преддверии большого праздника в Нижнем Новгороде идут праздничные мероприятия. Еженедельно на Нижневолжской набережной жителей и гостей города радуют участники фестиваля «Столица закатов», а лучшие пиротехнические команды со всей страны показывают мастерство в организации салютов. В свою очередь, главное событие — гала-шоу в честь 800-летия состоится в Нижнем Новгороде через два месяца, 21 августа 2021 года, в акватории Стрелки, в месте слияния рек Оки и Волги. Кирилл Васенин, Время новостей.